В начале я 20 минут сказал по поводу краеведния Дело в том, что мы уже почти два года работаем в рамках Исполкома Всемирного Конгресса Татар над созданием Всетатарского общества краеведов И мы уже провели несколько форумов в результате которого нам удалось сейчас создать региональное подразделение Более чем 30 регионов России В том числе Москва тоже краеведов существует сейчас как организованная группа И на апреле следующего года в Казани назначен усилительный съезд общества краеведов Это общество будет существовать при Исполкоме Всемирного Конгресса Татар Мы хотим издавать и журнал краеведский Но если так сказать в общей форме Это будет аналог русского исторического общества, но действующего татарского общества Наша целевая задача на ближайшие годы Будет создание истории всех татарских населенных пунктов Это будет академическая работа Которая привлечет и краеведов Кто не знает, могу сказать, что сегодня в России еще существует 3300 татарских населенных пунктов Много пропавших сел и деревьев Нам надо будет все это заново имитаризовать И после этого написать историю всех этих населенных пунктов Плюс историю тех татар, которые жили в городских центрах Включая Москву, например, Петербург и других населенных пунктов городского типа Это большая работа Где будет организационным началом будет несет истории имени Маржани Там уже создано специальное научное подразделение Для курирования этого направления Ну, а краеведов мы подключим к этой работе Ну, на сегодня существует По нашим грубым прикидкам уже около 2000 историй населенных пунктов То есть работа ведется краеведом и так, без нашего ведома Но сейчас предполагается более академическая работа Плюс, конечно, краеведа должна заниматься и другими работами Вот, например, я сказал, что необходимо татарских историков Которые живут не только в Казани Сплачивать Для того, чтобы мы знали, кто занимается чем И в случае необходимости могли дать достойный отвор Тем историкам России, которые искажают нашу историю Это очень важно Потому что далеко не все работы, которые выходят в карту научной Являлись таковыми в России Хотя сейчас отношение к татарской истории сильно изменилось Есть много друзей и среди российских историков Не татарского происхождения Которые, которые, однако, пишут и про Золотвердую И про другие татарские государства Поэтому работа ведется Но я считаю, что еще окончательно перелома в сознании не случилось Там много причин есть, вы знаете, и из нас Поэтому работы еще впереди очень много Прежде чем мы займем достойное положение В историческом пространстве всего мира Ну, вот что касается... Это было видение Что касается основной темы моего выступления Но проблема, конечно, связана с трактовкой вопроса Эплогенеза Татар К сожалению, за советский период Произошли отрицательные изменения В чисто научном плане В историческом поле Вот это не все хорошо понимают Но дореволюционно-татарские историографии Существовали разные тенденции По трактовке древней истории татар Ну, был такой пробулгарский уклон Кто читает исторические труды татар Знает это Был такой злотардырский уклон Были более синтетические подходы Разные точки зрения существовали На проблему происхождения татар Но в советский период Начиная с известного постановления СКВ КПБ 44-го года История татар Была взята под жесткий контроль Вот не все знают Что это был Самый настоящий контроль Потому что Два издания истории татар Которые были изданы Подготовлены В 40-е годы В начале 50-х Просто были уничтожены После выхода из печати Потому что Те трактовки Которые Даже закладывали Московские историки Первый учебник Такой был Написан Московским историкам Которые были в универации В Универации В Казани Даже его забраковали Потом еще одно Забраковали Издание И только в 56-м году Третье издание Которое было приведено В нужный вид Вышло в свет Где По правилам происходения Татар Был заложен Очень узкий Такой взгляд Который Звучал так Все татары Происходят от Булгар Такой Булгаристский Татар Булгарский И пользу Татар Булгарского Происходения Татар Она была Где-то За основу Сейчас Я специально Не буду останавливаться Это была Чистик Дилогийская работа Как приедет Такая Мы с вами Как я высказал Измайловым Даже Сейчас Почти завершили Специальную работу Которая посвящена Этому постановлению И последствию Это постановление Но она еще пока До стороны работает Если вы посмотрите Весь комплекс документов Который Сопряжен С этой акцией Сразу видно Куда гнули Тогдашние Партийные чиновники Они хотели Оторвать от нас Полностью Целые пласты Наши истории И весьма Успешно В этом преуспели И вот В качестве Примера Приведу Такое Сточение В 79 Году Известный Казанский Историк Накаса Мусланов Защитил Диссертацию О жалованных Актах Узжучи И вот Он рассказывал Он спокойно Сейчас Рассказывал Что Сразу Перед защитой Даже Уже В Москву Пошли Жалобы Что Татары Опять Поднимают В Латную Орду То есть Вообще Нельзя было Заниматься В Латную Орду Я С 7-го По 80-й Был Аспирант В Москве Министерство Технографии И после Приезда Оттуда Я Начал Работать Когда начинство Называлось Яли И все Движка Литературе История Там Начал Работать И там Вообще Все было Заражено Булгаризмом Другими Вопросом Вопросом Заниматься Нельзя А я Уже Москвой Был Испорчен Потому Что Когда я Здесь Учился Я Очень Дружил Шамиль Патакушу Мухамедьяном У нас Знаю У него Шамиль Патакуш У него Очень Хорошую Блиотеку И вообще Отец У него Был Одним Из Известных Политиков Которых Штат Виталий Пулгар Создавали И они Имеют Иные взгляды На Татарскую Историю Поэтому Мухамедьян У меня Многие Речи Рассказывал До Тогда В Москве И Спец Франц Уситовал Мы могли Как Аспираты Иметь Доступ И Я Устел Прочитать Многие Интересные Книги В Москве Я Уже В Казань Вернулся Не Булгаристом Можно Сказать Татаристом И Поэтому Мы Немножко Разрабатываем В другом Ключе Историю Но Просто Могу Сказать Что Первой Половине 90-х Годов Особенно Была Жестокая Складка Внутри Акадийских Ученых Татарстана По Повтору Того Как Писать Историю Ну Это Была Оросточенная Схватка Я Даже Написал Специальная Статинка Называется Академическая Война Татарстана И В результате Этой Войны Умов Тогдашний Наш Президент Минкем Шайни Вы Нужны Яни Разделить Историки Стали Самостоятельным Институтом Это 96-й Год Как Раз Юбилей Сейчас И В итоге Историку Самостоятельное Подразделение Нам удалось Переводить Ситуацию И Мы Стали Разрабатывать Новые Подходы К Истории Татарстана В том числе Начальное Девять История Что Институт Истории На самом деле Узнал Несколько Фундаментальных Трудов Просто Я вам Умножим 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 Сначала Институт Татарстан Знал Монографию Татарстан В 2001 Году Она вышла В серии Народы И культуры В этой книге Уже В 2001 Году Была заложена Новая Трактовка Средневеков История Татарстана Мы подготовили Еще одну Книгу Она вышла В Турции В Стамбуле Верховенство Герсика Которая Финансировала Эту книгу Она на английском Татар History And Civilization Книга Татар Толстая Книга Во всех Эти трех Книгах На самом деле Заложена Новая Концепция Средневеков Истории Татар И вот Мы С Искатаром Героичем Делали Соответственно Это Разделали И они Сейчас Считаются Общепринятыми Во всех Наших Основных Рудах Как раз Именно Это Точнее Дело Это Обладает Ну Если Так Вообще То Что В Стареграфе Есть Можно Скоро Что На самом деле Есть Три Подхода К Трактовке Провередников Новиноз Татар Первый Подход Это Теория Такая Булгаро-татарская Когда Татар Булгар Булгар Вторая Теория Это Татаро-монгольская Теория Когда Татары Выводятся Прямую От Златаргинцев От Чурко-монголов Златаргинского Переда Есть Более Синтетистская Теория Мы Назвали Теорию Чурко-татарская Теория Которая Является Является Я считаю Более Фундированной И Более Перспективной Но На самом Деле Несмотря На то Что Сейчас Вот Основная Точка Это Чурко-татарская На самом Деле Мы Можем Сказать Что Еще Окончательные Позиции Ученых Не устоялись И Вот Я хочу Немножко Рассказать Про Эктора Проблемы Которые Существуют В трактовке Раннего Периода Истории Этапа Ну Можно Сказать До Монгольского Этапа Даже И Самую Начальную Может быть Монгольского Периода Мой Канал Имеет Собственный Загад На эту Тему Поэтому Он Здесь Еще Скажет Потом Я Изложу Собственные Видни Которые Сейчас Уже В виде Публикации Тоже Существует Если Вы Имеете Доступ Верет Это Недавно Вышла Одна Книга Довольно Толстая Называется История Культуры Татар Западной Сибири Она Имеет Имеет Одну Версию И там Есть Два Раздела Где Поднимал У меня Как раз Вопросы По Ранее Что Это Так Татар Я Хочу Что Сказать Собственное О Татарах Древних Татарах Какой Море Сыграли И Почему Мы Должны На Это Обратить Особое Внимание Дело Дело В том Что По Китайским Древним Татарам Татарам Многие Знают В наших Полосы Клини Тоже Написаны Известные Группы Татары Называются Татарами То Татар То Татар Это Были Весьма Известные Группы Которые Уже Упоминаются В Древних Туркских Надписях Старая Группа Такая И Потом Эти Татары Как бы Китайцы Кистофинов Постоянно Упоминаются Но Проблема В том Что Хотя Этот этноним Стал Нашим Национальным Этнономом Среди Большинства Западных Ученых Существует Точное зрение Что Это Были Не Толкоязычные Группы А Монголы Язычные Прежде всего Существует Точное зрение О том Что Может быть Даже Они Не были И Не Монголами А Может быть Тунгусами Например То есть Это были Тюки Например Если Почитаете Махмуд Кашгари А Махмуд Кашгари Вы знаете Жил Достаточно Близко К тем Территориям Примеров Числены Из Из Которых Вытекает Что Эти Татар Говорили На Тюкском Языке Но К сожалению У Махмуд Кашгари Есть Загадочная Фраза Которая Говорит О том Что Татары Звали Тюкс Числены Прямого ответа К сожалению Нет Но Можно Подойти При помощи Других Источников Разрешение Вопроса В частности Я Высказал Гипотезу О том Что Может быть Под Другим Языком О котором Говорит Татары Имеется Ввиду Иной Тип Туркского Языка Ну Вы знаете Вот Существовал Такой Язык Как Бибельский Который Относится К Геному Типу Языков Вот До Среднего Языка Чувашский Язык Который Учеб Понятен Нам Тупчако Язычным Татарам Это Огурские Языки Ну Пятаки Хочется Требовать Дальнейшей Работы Но Тем не менее Это допустимо Потому что Вот Я сказал По поводу Уйгуров Что У них Тоже Мог быть Древний Уйгур Огурского Типа Язык Потому что Древний Предок Легендарный Уйгуров Огус Каган Имел Не другое Наменование А именно Огур Откуда Идет Название Огурских Языков Ну Это Такая Рабочая Гипотеза Но Существуют Другие Объяснения Вот Этого Пиномета Я Просто Хочу Привести Один Пример Известный Русский Историй Орегон Который Жил В Казахстане Зуев У него Есть Довольно Хорошая Коммуникация По Поводу Одной Группы По Китайским Источникам По Китайски Эта Группа Называется Бомо Но По Куркски Эта Группа Называлась Хелло Хеладжи И Зуев Источникам 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 Алла Аллач Аллаши Это Весьма Известная Группа Потому Что Одна Из Тех Катарских Полигон С Которым С Как раз Называлась Этим Имем Алчинг Или Алшин Эта Группа До сих пор Существует В составе Казахов Хотя Они не знают Что это Татарская Группа И вот На самом деле Зуев Доказывает При помощи Китайских Источников Что Эта Группа Потому Что Группа Аллаш Существовала В составе Полуфсак Она Хорошо Известна По Русским Источникам Русские Редописи Знают Кулашевичи Это Как раз Группа Аллаш Вот Таким Образом Если Начать Этот вопрос Исследовать То Получается Что Вовсе Не исключено Что Древние Татары Были Телкоязычные И не просто Телкоязычные А Игравшие Очень важную роль Центральной Азии И в этой И в этой Среди Я хочу Привести Одну сюжетную Линию Которая Мало Известна Даже Нашим Историкам Но Заслугивает Внимания Дело Древние И Это Было Довольно Развитое Государство Где Существовала Система Городов И У Кимаков По Ряду Источников Существовала Легендарное Предание Об этом Например Гордизий Пишет Предание О том Что У них Родоначальник Был Татарского Происхождения И Когда Перечисляются Основные Демаркские Примена В которых Было Сеп Так Упоминаются И Уйгуры Одна из Груг Уйгур Под названием Ими И Сказано Что Глава Их Государства И Это Семейство Это Упоминается Титул Шант Это На самом деле Ближайшие Состояния Каган Назывались Этим Именем Были Татарского Происхождения Это Весьма Интересные Данные Которые Говорят О том Что Татары Ранее Поминавшиеся В союзе С Уйгурами Почти Постоянно Пользовавшиеся Как Уйгуры Потерпели Поражение Апатергизов В 80-40 Год Мигрировали Своей Городой В другом Направлении Вот Эта Группа Оказалась В составе Тимак Тимак Вплоть Неизвестная Городой Проблема участия кимаков на последних стадиях существования в государстве перед Монгольдским завоеванием. По многим восточным источникам вытекает следующее вывод, что практически несколько поколений харизмшаков, центр находился в харизне, в Ульгенче, это было большое государство, несколько поколений харизмшаков фактически вышли из следы кимаков. Можно сказать, из состава кимаковского ханглорского конвейнератора. И жены у них были из этой среды, и гвардия у них состояла из этой среды. И если вы внимательно изучите восточные источники, которые рассказывают, как монголы воевали с государством харизмшаха, вы постоянно будете встречаться с такими мнениями. 90 тысяч канглов воевали, 40 тысяч канглов и ураницев ушли с харизмшахом туда, на юг, и так далее. И упоминается очень часто также конкретная информация, из каких групп эти кимаки состояли или как бы состояли. Например, много пишется о жене последнего харизмшата Мухаммада, о Тиркен Хатун, и дается большая информация о том, кто она была родом. Упоминается обычно племя ураган. Ну, вообще, где-то пишут ураницы. И потом рассказывают, что все родственники Тиркен Хатун занимали важные позиции вокруг сыновья харизмшаха, которые правили во многих городах, в том числе и в гораздо более южных районах. Причем они не просто правили, у них были свои войска, и все улицы вот этой кимакской среды. Я об этом рассказываю потому, что есть исторические данные, сейчас я не буду остаточных деталях, которые утверждают, что эти кимаки имели существенный татарский компонент, и их иридная верхушка имела татарское самосознание. И соседними авторами, которые находились по соседству, постоянно подчеркиваются, что это будут татары, или имели татарское происхождение. Вот для того, чтобы компенсировать, что необходимо иметь в виду, я приведу анимистаристский пример, который связан с достаточно хорошо по источкам известной фигуры Борчман Султана. Когда монголы начали завоевать на поход против Волжской Булгарии и Кипчаков, там произошло следующее. После первых ударов монголов, Волжская Булгария вроде бы подчинилась, но потом опять восстала. известны два вождя Борчман Султана, которые восстали. И во время этого восстания группа в околоне Семенгу сделала большую облагу по левому берегу реки Волги. Они спускались с севера на юг и по пути в движение они захватили вот этот Башман Султана и потом еще одного предводителя, как там сказано, Асов. И во имя того, естественно, Башман Султан по легендарным сменям был убит за то, что не захотел подчиниться. И вот, если следовать согласно легендарным материалам, строилось известно, что Башман Султан был предводителем очень большого клана Олдфанды и Ильбари. Есть разные написания. Причем, исторический центр этой группы находился там, где сейчас находится город Оренбург. Еще во времена Рычкова там были остатки города и стояли целый ряд эпиграинтийских памятников, о которых Рычков пишет. Сейчас уничтожено. И существовали легендарные сведения о том, что там как раз группа Башмана существовала. И город это тоже Ахтюбэ. Это город. Некоторые казанские историки пытались от лавку искать в зоне полки, но на самом деле Сатана находится там. И я бы не стал об этом рассказывать, если бы это за собой не влетло в некоторых последствиях. Потому что Башхатан Султан очень хорошо представлен в известном татарском дарстане от Башхатурга Туляк и Сусулу. Там есть целый ряд сюжетов, которые говорят о том, что кемаки никуда не исчезли, а сохранились и потом вошли в состав златанкутского населения. Есть более конкретные данные об этом. Скажем, на северо-западе Башхатстана до сих пор существует татароязычный район, где живут потомки Ленин и Уран. Ну, это около 60 селоселённых пунктов. Они сейчас воспринимаются по документам от Башхира по языку татары. И там ещё есть некоторые такие же образования, которые связаны с кемакскими трупами. Это говорит о том, что вот эти кемаки, которые имели татарский след в своём происходении, на самом деле потом вместе с группами златанкутцев сюда пришли побожие при Уралье и там остались. Вот это один очень важный момент, который говорит о том, что происходили татар нельзя трактовать слишком примитивно. Ну, сейчас вот общая верность по точки зрения историков о том, что такой титунем, как монгола-татара, двойной маркер, он был навязан китайцами, потому что китайцы всех кочевников считали татарами, и поэтому взгляд китайских феномиков закрепился, и поэтому как бы монгола-чингисхана оттогорегенно получают два наименования. я думал, что дело было не такое простое, и есть собственно татарский компонент в том конгломерации, которое стоило Синдестан. Вот я вам рассказал о Кевахском направлении. Плюс надо иметь в виду еще одну важную информацию, которая связана на этот раз с алтайским направлением. Дело в том, что когда монголы начали завоевать на походы, они сначала воевали со своим ближайшими соседями, с близнями, с найманами, хорошо известно, с меркитами, с кириитами, с онбутами, еще с некоторыми группами ближайшими к себе. Так вот, что интересно, на что историк до сих пор не варьет внимания, такой известный автор, как Джуджани в своем труде «Табакат и насилие». К сожалению, этот труд на русский язык переведен только в очень маленьком кусочке, хотя вся эта книга посвящена, это двухтомная огромная работа, посвящена тюркам, мусульманским династиям и очень интересно. вот Джуджани пишет, что найманы были татарами. Ну, может быть, он ошибается, но такая маркировка есть, и мы не можем пройти мимо этого факта. Есть еще более интересный момент. отписывая общий состав монгольских войск, Джуджани говорит, это монголы, то есть отличает их от татар, но он говорит, что Сингисхан будет татарином. Тоже очень интересно. И я об этом говорю потому, что если внимательно изучать генеалогию Сингисхана, там тоже имеется по меньшей мере два тюркских вторжения по женской линии. Это говорит о том, что верхушка той группы, которая потом стала монголами, имела старые тюркские связи, или связи с тюрками. Поэтому сюда мы можем добавить и некоторые другие данные. Вот скажем, меркитзы бежали со тайманами, они бежали в направлении кематов. Они там окончательно были монголами захвачены, и если внимательно изучать источники, то получится, что они бежали туда вовсе не случайно, ибо у них как раз был татарский компонент. По поводу меркитов об этом писали некоторые зарубежные историки. И получается так, что знаменитая фраза Рожидина о том, что татары были очень известны, могущественны и большим народом, что если были сплощены, они могли бы там верховодить во всех центральазиатских делах, представляется не случайной фразой. Она имеет некоторое отношение к тому, что татары были некогда сарсиным народом, который вместе с создавал старое турцкое государство играл очень важную роль в центральазиатских делах. И вот когда мы эту проблему немножко начинаем изучать, то получается, что после того, как монголы покорили ближайшие к себе группы, старший сыр Дзюхи двинулся на Алтай. Это еще раннее событие, с самого начала XIII века. И после того, как Дзюхи завоевал Алтай, он там починился целый ряд групп. Ну, начиная от киргизов, там перечисляются еще помечены десяток племенных групп. Некоторые из них могут быть монголоязычными, например, Айраты и Буряты. Но средних много алтайских турок тоже. Ну, например, такая группа упоминается Коштини, Таз, группа упоминается. Я об этом не стал бы говорить. Если мы по допуску спиды этих групп, мы начнем в Риураде. Потому что группа Кош или Коша до сих пор существует на севере Вашкостана. Причем эта же группа одновременно была известной группой, из которой вышли Аталыки Шимагидов. Здесь в данном источнике. Группа ТАСС там недалеко фиксируется в том регионе. Если вы внимательно изучите племенной состав так называемых северо-западных Башкет, там вы еще одновременно обнаружите. Например, группа Киргиз до сих пор существует в современном Бакалинском районе Башкетстана. Это по документам Башкира на языке Башкетстана. Это несключальные факты, которые говорят о том, что Джуще, который завоевал Алтай и сначала цитарем гладел, он во время первого похода дошел до Иртыша. Там тоже интересные группы перед ним возникли. Он по ходу движения заходил алтайских турок, а потом Джуще оказался полз на территории Кимаков. Это северный Казахстан. Территория государства хоризма в Казахстан. И поэтому именно у Джуще оказались значительные число тюрок. И не просто тюрок, а тюрок с татарским следом, с татарским пангинезом. Поэтому то, что потом татар одержал вверх на определенной территории, не все государства, где травились кингизиты, у себя сохранили татарские тюроки, только некоторые. И татар закрепился в золотой арте. Я думаю, что это вовсе не случайное явление, а имеет отношение к этому древнему старому татарскому элементу, который сыграл важную роль в окончательном формировании облика золотаркинских татар. Я на этом специально остановиться не буду, поэтому из канализов расскажут, там и другие факторы есть, но вот этот этногенетийский след мы упускать без виду не можем. Об этом обычно историки пишут очень мало, потому что сама проблема этногенеза средневеков татар изучена явно недостаточно. Вот заканчивая стоящее выступление, я хочу сказать, что сейчас, может быть, нам придется заниматься несколько модификаций наших взглядов. Вот я рассказал, что мы были сторонниками такой синтетической теории и кататарской теории, а нам немножко посмотреть надо более детально и что было в Центральной Азии, что посмотреть каким образом формировалась ранняя группа, которая стала поток государства разрушен народом монгольской империи. Я думаю, что считать вот эту империю с собой монгольского образования явно ошибка. Изначально монгольская империя, великая монгольская слава так называемая, была чурком монгольским государством. И отчет играли очень важный роль с самого начала. Поэтому вот есть известный рассказ китайских авторов о том, что один из главных военачальников Чингисхана Мухули, который стал правителем Китая, фактически губернатора. Мухули на вопрос китайской шинонке кто бы сказал мы татарой, а Мухули был испление Джалаер. Обычно считают, что это более многого, но на самом деле Джалаер это было тюркское племя. И если посмотреть внимательно, вокруг Мухули можно оборот еще довольно много тюрк. Это на самом деле важный факт, который обычно опускается из следов. Я бы на этом не стал заострять внимание, если вам следов этой группы мы не нашли и в других регионах. Вот например в Новосибирске есть целая группа, которая называется Чаты. Она уже с конца 16 века известна по русским источникам. На самом деле Чаты являются всего лишь оборотом составе Джалаеров. И Мухули как раз был из чатов из этого рода. Хотя он говорит, что мы так сказать татары, но он основоположникам монгольских государств. Одни из создателей государств собирают важную роль в формировании этого великого монгольского гуса. Поэтому мне кажется, что в дальнейшем мы должны свои взгляды немножко трансформировать и шире посмотреть на сам предмет изучения древних исторических картинок таташ. В том числе конечно нам надо преодолеть один крупный недостаток, который есть в исторических исследованиях. Вот мы относительно неплохо знаем древний тюркский период хорошо изучен этот период работа есть фундаментальная в том числе и там мы видим целый ряд и есть групп разных там инотарей есть но где-то к началу 9 века у нас информация исчезает и мы тюркская группа обратно застаем уже только период начавшегося монгольского завоевания у нас почти 300 лет выпадает из нашего поля зрения конечно проблема источниковая но сейчас вот российские ученые только-только начали изучать эти источники и там есть интересные вещи на самом деле на чем стоит подумать но некоторые татарские историки уже этим занимаются вот один из татар который жил в своем время в Китае и знал хорошо китайский язык ну и знает до сих пор и уйбургский Мунер Герзин даже издал небольшую книгу она в Средней Азии издана потом в Казани тоже переиздавалась очень молодым фирмозом там он посмотрел изучил некоторые китайские источники и показал значимость изучения как раз этого периода между тюркскими ранее тюркскими государствами и предмондольского времени так мы можем обнаружить новые материалы которые заставляют явное внимание тогда мы совершенно иначе пойдем всю друг оставшую историю тоже золотой роды вот наконец я хочу закончить тем что всем известно в принципе что половцы кимчаки вышли из состава кимакского кабинада это общеизвестная такая истина значит мы можем считать половцев частью кимаков или считать что это был один общий англомерат внутри него были разные там истина это было одно общее сообщество но если у кимаков обнаруживаются явно следы татарского присутствия и татарского сознания то может быть надо иначе посмотреть и на самих полотцев на запад на кимчаков которые ушли вглубь территории далеко на запад но смогли сохранить в своем состоянии некоторое татарское элементы например нам исторически известно у Иван Халдуна тоже есть что некоторые кимчаки которые оказались на стороне в Мамгрух считали что это татарское происхождение это западные кимчаки которые оказались после завоевания походов Монгол в Египте они помнили что это татарское происхождение поэтому с этой точки зрения нам еще только предстоит осмыслить в целом кепчакско-половецкую проблему. Потому что кимаки это восточные кепчаки, а мы знаем больше западных кепчаков-половцев. А вот синтетической теории того, что это было в целом, до сих пор нет. Это требует специального внимания к осмыслению всего круглых проблем, которые имеют отношение и прямо к индивидуализмам. Вот я на этом закончу, пожалуй. Сейчас снова перезаймем колене с Татарем Ивановичем. Но он больше не будет. Субтитры создавал DimaTorzok